Девушки отдыхают Более того, некоторые из них перестали иметь всякий смысл. Например, нейтралитет Украины. Какой смысл имеет выдвижение этого требования? Никакого на данный момент. Она не будет нейтральной более, если она останется существовать. А теперь вопрос. Поскольку здесь уже прозвучало, что она уже не существует, как бы ее государственность. Останется Украина под руководством Зеленского или его преемников существовать по итогам всего того, что происходит или нет? Вот это и обсуждалось на двух предыдущих панелях. Останется, могу вам сказать. Останется. Потому что сил для того, чтобы это преодолеть при той поддержке, которой им оказывается, на самом деле не хватает. Останется. Или высказаны разные мнения опять-таки. Да, разные мнения вообще понятны. В данном случае это ваше мнение. Да, это абсолютно точно. Я вообще чужих мнений не высказываю. Только свое. Можете даже не подчеркивать. Она останется. И, кстати говоря, на мой взгляд, руководство нашей страны, она на эту тему не высказывается и правильно делает. Но оно, по сути дела, то, что происходит, дает понять, что оно это понимает. Вступление Украины в НАТО и последующее развертывание здесь объектов Североатлантического альянса – вопрос предрешен. Это дело времени. Похоже, что кремлевский пропагандист Сладков начал что-то подозревать. Запорожское направление. Ситуация неприятная. Наши позиции находятся под мощнейшим артиллерийским огнем. Я знаю много плохих деталей, но открывать их не буду. Тенденция. По нам бьют – мы не отвечаем. И на это есть весьма нехорошие причины. Их несколько, и все они не зависят от воюющих батальонов, полков, дивизий. В нас летят сотни снарядов. В ответ – ноль. Это что за война такая? А война – это война! Война за Россию! Матушку! Армения не поддерживает развязанную Россией войну против Украины и воспринимает ее с тревогой. Заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он отметил, что о поддержке Ереваном Москвы в последнее время говорят на Западе. Однако в самой России так никто не считает. Получается, что мы ничьи союзники в этой ситуации, а значит мы уязвимы, подчеркивает Пашинян. В Кремле его слова приняли к сведению. Это важное заявление. «Мы знаем, что есть определенные нюансы в подходах Армении к конфликту вокруг Украины. Мы их учитываем, мы их знаем. Но, безусловно, мы продолжаем развитие наших союзнических отношений с Арменией», сказал пресс-секретарь пересидента РФ Песков. «Почему мы движемся, на ваш взгляд? Все только хуже будет становиться дальше?» «Ну, мы не движемся. Мы уже приехали на станцию под названием «Конфронтация». Нас никто не любит. И любить особо нас не собирается. И нам это не нужно». «Ну, кто-то же все-таки любит». «Кто-то любит». «Вы находитесь в плену своих иллюзий». Министр образования РФ призвал не пускать в интернет детей до 15 лет. Детям до 15 лет не нужно пользоваться интернетом и социальными сетями, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. «До 15 лет – это период, который нужно пройти без виртуального мира. Это говорят психологи, это говорят ученые. Это не только мое личное мнение», заявил ТАСС, глава Минпросвещения. Кравцов также сказал, что подарил дочери на 15-летие кнопочный телефон. В декабре прошлого года министр пообещал разработать для школ систему «белого интернета». Она призвана бороться с негативным влиянием Запада на российскую молодежь. Следующая работа – это информационные сети. Соцсети – это та информационная война, которая ведется коллективным Западом и Соединенными Штатами Америки в отношении детей. И сегодня мы этому противостоим. В том числе создали систему «белого интернета» с объективным, проверенным, верифицированным контентом, которая со следующего года будет реализовываться во всех школах, заявил Кравцов. В 1926 году в Германии появилась организация «Гитлер-Югенд» – молодежь Гитлера, если дословно. Но со временем это стало одним словом. В этой организации в основном собирались дети, членов ныне запрещенной Национал-социалистической немецкой рабочей партии. «Гитлер-Югенд» активно помогала Гитлеру и нацистам. Ее члены активно участвовали в погромах и травле людей. В 1937 году данная организация полностью слилась с Национал-социалистической немецкой рабочей партией. Со всеми выплывающими последствиями. «Гитлер-Югенд» была построена по военному образцу. Главный лозунг – молодежь руководит молодежью. Нацисты старались привлечь в организацию детей от 10 до 18 лет. Для этого они использовали всевозможные парады, игры, привлекали армию, туризм, проводили спортивные соревнования и так далее. Но все это безумие прекратилось в далеком 1945 году. На Нюрнбергском процессе данная молодежная организация была запрещена, а ее идеология признана опасной. Но не зря говорят, что история имеет свойство повторяться. Причем не всегда в той же географической зоне или стране. В 2016-м, спустя 71 год после разгрома гитлеровской военной машины и запрета нацистской идеологии, появляется другая организация с другим названием и в другом месте, но фактически полностью скопировавшая черты и особенности «Гитлер-Югенд». Такая организация появилась в России. Правда, название решили подобрать без ассоциации с лидером страны. Это детско-юношеское образование именуется «Юн-Армия». Кремлевская пропаганда называет ее молодежным военно-патриотическим движением. Пока единственная сотня «Юн-Армии» в Ярославле и в России. Наш регион первый, кому доверена эта ответственная миссия – возрождение молодежно-патриотического движения. Инициативу Министерства обороны поддержал президент страны Владимир Путин. Теперь обратимся к ближайшему резерву российской армии. 10 старшеклассников прыгнули с парашютом в Чеховском районе Подмосковья. Самолет Ан-2, высота 700 метров, парашют Д-6. Все серьезно. Самому младшему из юных парашютистов 14 лет. Это вклад десантников в новое движение «Юн-Армия». Более сотни ярославских ребят и девчонок посвятили в юнормейцы. Таким образом, регион первым в стране приступил к созданию молодежного военно-патриотического движения «Юн-Армия». По всей России ныне проходят общие слеты с разных регионов страны, на которых детей учат быть готовыми воевать. Сегодня первые 50 волгоградцев вступили в ряды нового детско-юношеского движения «Юн-Армия». Более 500 участников всероссийского движения «Юн-Армия» собрались в подмосковной Кубинке на первый съезд. В Волгоградском регионе начинает работу «Юн-Армия». Это всероссийское военно-патриотическое общественное движение, создано по инициативе Министерства обороны России и поддержано президентом Российской Федерации. 28 мая в Парке культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот» в подмосковной Кубинке состоялся первый всероссийский слет военно-патриотического движения «Юн-Армия». Около 500 делегатов из 85 регионов прибыли на слет, где избирается начальник главного штаба, состав, атрибутика движения, гимн, флаг и символ. «Юн-Армия» строит работу в рамках российского движения школьников. Структура «Юн-Армии» привязана к местным военным объектам, военно-учебным заведениям, к ЦСКА и ДСААФ. Кто бы мог подумать, что нацистские организации могут появиться на территории одной из стран, которая воевала против нацизма. Как известно, нацизм – это мировоззрение, ставящее во главу мира определенную нацию. И хотя кремлевские власти всюду талдычат о многонациональности России и уважении к другим нациям, их идеология построена на подчеркивании особой роли представителей так называемого «русского мира». Министр культуры РФ Мединский рассказывает о лишней хромосоме россиян. Тот факт, что Россия еще сохранилась и развивается, говорит, что у нашего народа имеется одна лишняя хромосома. Президент размышляет об уникальном генном коде. Страна наша, как пылесос, втягивала в себя представителей различных этносов, наций, национальностей. И, кстати говоря, на этой основе создан не только наш общий культурный код, но и исключительно мощный генетический код, потому что за все эти столетия и даже тысячелетия происходил обмен генами. Это же вот эти смешанные браки. И именно этот наш генный код, он, наверное, может быть, почти наверняка является одним из главных наших конкурентных преимуществ в сегодняшнем мире. Он очень гибкий, он очень устойчивый. И мы даже этого не чувствуем, но это наверняка есть. Верховный церковный патриарх рассказывает о мифических духовных скрепах и так далее. Это духовная скрепа. Это линия самоидентификации нашей нации. Это та общность, разрушив которую, мы с точностью разрушим свое отечество. Ты ведь знаешь, что Россия – самая большая страна в мире. Любитель березок и ярый сторонник Крымнаша Безруков рассказывает о величии России как территориальном, так и культурном. Обратите внимание на карту, которая якобы изображает просторы России. На ней в пределах РФ оказался не только Крым, но еще и значительная часть Украины с так называемым сухопутным коридором на аннексированный полуостров. На этой карте Грузия также включена в состав Великой Необъятной. И у Беларуси кусок откушен, не говоря уже об Эстонии. Юное поколение должно знать размеры аппетитов своих правителей. По площади она сопоставима с Плутоном. На ее территории может поместиться 39 миллионов Ватиканов. Сравнение с Плутоном и Ватиканами, видимо, должно вызывать дикий восторг. Идем дальше. И она почти в два раза превосходит по размерам Америки. Это правда. Россия почти в два раза по площади превосходит. Правда, не Америку, как сказал Безруков, а США. При этом численность населения США более чем в два раза превосходит российскую. 316 миллионов против 145 миллионов. Соединенные Штаты Америки являются крупнейшей экономикой мира и удерживают лидирующие позиции в этом рейтинге уже более 100 лет. В структуре мирового товарного экспорта на США приходится около 10% рынка, импорта – 16%. Роль России в мировой торговле намного скромнее – всего 2,5% экспорта и 1,4% импорта. При этом США вкладывают ежегодно сотни миллиардов долларов в научные исследования и опытно-конструкторские разработки. Одна только силиконовая долина, чего стоит. Россия же, вкладывая чуть более 1% ВВП в научные разработки, остается стороной с минерально-сырьевой моделью экономики. В структуре общемировых расходов на развитие технологий вклад США составляет 40%, России – меньше 1%. Сравнивать экономики стран вообще неуместно. Далее идет перечисление пропагандистских мифов о том, что якобы Россию все, кому не лень, пытались захватить, но она всегда побеждала и даже успевала защищать слабых. Историки посчитали, что с 14 по 20 век Россия защищала свои территории в общей сложности 329 лет. Нас пытались завоевать монголы, поляки, шведы, турки, французы, немцы, но так никому это и не удалось. Мы много раз подставляли свое плечо соседним государствам и первыми вступали за слабых. Не зря говорят, кто к нам с мечом бьет, от меча и погиб. И здесь фразу советского писателя Петра Павленко приписали Александру Невскому. На самом деле эта фраза впервые появилась в его киносценарии к фильму «Александр Невский». Фильм режиссера Сергея Эйзенштейна многие видели. И с той поры слова сценариста Павленко ассоциируются с именем карателя и поработителя собственного народа Александра Невского. Но если кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет. Но подвиги наших полководцев не были бы возможны без наших солдат. Именно благодаря характеру и стойкости русских воинов мы переломили ход Второй мировой войны и одержали беззаговольчные победы в мае 1945 года. Вы поняли? Благодаря стойкости именно русских воинов они переломили ход Второй мировой войны. Украинских, чеченских, грузинских, армянских, белорусских, казахских и многих других воинов уже никто не вспоминает. Никто не упоминает английских, французских и тем более американских героев. А сколько новых земель мы открыли? Да, без российских первооткрывателей карта мира могла быть совсем другую. Ну конечно, если бы не российские первооткрыватели, то больше никто другой не пооткрывал бы ранее не исследованные земли. И карта мира могла бы быть другой. Мы открывали и исследовали новые земли на востоке, плавали в поисках северного и южного полисов, открыли Аляску и Берингов пролив. А во время своего кругосветного путешествия Иван Крузенштерн впервые в истории пересек экватор и не поленился составить карту Тихого океана. Правильный такой до мозга костей русский мореплаватель Иван Федорович Крузенштерн. При рождении, правда, Адам Йоганн фон Крузенштерн, сын судьи Иоганна Фридриха фон Крузенштерна и Христины Фредерики, урожденный фон Толь. Ну да это мелочи. Екатерина II ведь тоже немкой была. И вся Академия наук Российской империи состояла из одних немцев, за исключением разве что Ломоносова. За тысячи лет Россия выросла почти в 30 раз. Вместе с Сибирью мы стали владеть и Байкалом, самым глубоким озером планеты. Чтобы заполнить его водой, все реки мира должны течь целый год. Вот это да! Ну конечно, все реки мира должны течь целый год. А тем временем Байкал будут осваивать китайцы, с позволения великого Путина разоряя пресноводное богатство России. А если бы мы захотели обогнуть экватор нашими железными дорогами, то сделали бы это дважды. Можно Плутон тоже обогнуть железными дорогами или Ватикан 58 миллионов раз. Но качество этих самых дорог от этого не улучшится. Одна только республика Тыва равна по территории Бельгии, Голландии, Дании и Швейцарии вместе взятых. Понятно вам, вместе взятых. Но сравнивать уровень жизни в Тыве и в названных странах мы не рекомендуем. Могут зарыдать в одночасье все жители Кызыла и близлежащих районов. Но главное сокровище России – ее народ. Ее населяют 190 национальностей и представлены все мировые религии. Один прутик легко сломать, а попробуй сломать несколько сложенных вместе. Аналогия с прутиками очень показательна. Так называемые фасции – прутья, сложенные в один пучок – дали название идеологии итальянского фашизма. Этот символ ныне присутствует на эмблеме Федеральной службы исполнения наказаний РФ. В лапах орла – пресловутые фасции. Не об этих ли прутиках, сложенных вместе в пучок, рассказывает безруков? Наша история знает множество великих ученых. Циолковский первым доказал, что человечество может полететь в космос. А затем его покорил Юрий Гагарин, чья улыбка до сих пор вдохновляет на подвиг. Украинского конструктора ракетно-космической техники Сергея Королева, благодаря которому Гагарин вдохновляет улыбкой, вспоминать не стали. А инженер Куприянов не продемонстрировал первый мобильный телефон еще в далеком 1957 году. Только не Куприянов, а Куприянович продемонстрировал и усовершенствовал первый мобильный телефон. Однако он оказался никому не нужен в СССР, и его идеи были успешно воплощены в жизнь за пределами Великой Необъятной. А сам гениальный инженер умер в нищете в 1994 году. А я и не знал. Игра Тетрис тоже была создана нашим русским программистом. Поистине великое достижение – изобретение Тетриса. Жаль только, что в него нельзя пока поиграть в дополненной реальности. Не только научными достижениями славится наша страна, но и великой культурой. Екатерина II основала Эрмитаж, в котором собрано 3 миллиона произведений искусства. Так, если я буду смотреть хотя бы минуту на каждый экспонат, мне понадобится примерно 25 лет. Да. А «Войну и мир» Льва Толстого много раз признавали лучшей книгой всех времен и народов. Шаляпину рукоплескали ведущие залы мира. К Эрмитажу вопросов нет. Льва Толстого отлучили от церкви. Шаляпин сбежал за границу и умер в США. Российский балет единогласно признан лучшим на планете. Великие артисты балета Рудольф Нуреев, Александр Годунов, Наталья Макарова, Михаил Барышников при первой возможности сбежали из великой страны. Наши спортсмены давно стали символами мирового спорта. Россия – страна, которая чаще других побеждала на Олимпийских играх. Особенно в преддверии Олимпиады в Рио, на которую не едет большинство российских спортсменов из-за употребления допинга, следует вспомнить о частоте завоеваний медалей. Упоминать об олимпийских успехах в такой ситуации постеснялся бы даже Мутко. Сегодня Россия разрабатывает лучшее в мире вооружение. Лучшее в мире вооружение – это как раз к теме о Путин-Югенте. Оружия должно быть неприлично много, чтобы все эти несмышленные дети, которые могли бы стать художниками, учеными, врачами, учителями, психологами, исследователями, да кем угодно в мирное время, могли оказаться втянутыми в военные авантюры кремлевских ястребов. Только от тебя зависит будущая история России, будущее твоей страны, будущее твоего дома. Юно-армейцы ЦСКА в торжественной клятве готовы! Ритуалу приступить! Я, вступая в ряды юно-армии, перед лицом своих товарищей, торжественно клянусь всегда быть верным своему отечеству и юно-армейскому братству. Соблюдать устав юно-армии, быть честным юно-армейцем, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки. Чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины, быть патриотом и достойным гражданином России. С честью и гордостью нести высокое звание юно-армейца. Только что вы дали слово хранить верность юно-армейскому братству. Своими достижениями в спорте и учебе вы заслужили право быть одними из первых. Это не только большая честь, но и огромная ответственность. Быть первыми всегда сложно, но в то же самое время очень почетно. Это невероятно трудно, но и безусловно должно являться целью, должно являться примером для всех остальных, кто пойдет за вами. Сергей Шойгу получил рыцарский военный крест Мальтийского ордена. Церемония прошла в посольстве Италии. В ней принял участие посол республики в России Антонио Дзанарди Ланди, а сам крест вручил князь и великий магистр Мальтийского ордена Мэтью Фестинг. Этот знак считается высшей наградой ордена. А Сергей Шойгу отметил, что в новой должности также будет продолжать сотрудничество с Мальтийским орденом. Надеюсь, те отношения, которые сложились во время, когда мне довелось работать в этом министерстве, его руководителем, будут продолжены, приумножены на благо наших народов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова